Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Это самый жесткий вариант из тех, которые предлагали депутаты. У оппозиции были другие идеи поддержки предпринимателей. Продлить снижение по упрощенной системе налогоблажения на 2021 год, убрать вот эти ограничительные меры в виде особо пострадавших отраслей экономики. Мы с вами потратили из областной кубышки 270 миллионов рублей на голосование по поправкам в Конституцию. А здесь не готовы к выпадающим доходам почти на такую же сумму, чтобы поддержать тысячи малых предпринимателей и их семьи. Мне кажется, это является исключительно политиканством, чтобы не дать ЛДП Респределивой России якобы попиариться на этой теме. Но я считаю, что здесь не тот случай, в котором надо вклинивать политику. Программа Экономика. Выживший бизнес будет лавировать между разными системами налогоблажения. Так считает руководитель Кировского отделения опоры России Андрей Вавилов. Он также прокомментировал решение ОЗС. У нас есть пространство вариантов, и мы будем считать и уходить на ту систему налогоблажения, которая сегодня будет выгодна. Если раньше мы думали, ой, это же, наверное, стыдно, там что-то. Нет, это не стыдно. Можно каждый год менять свою систему наложения и работать так, чтобы было эффективнее. Никто спасибо за уплаченные налоги не скажет. По словам Вавилова, в нынешнем варианте льготы по ОСН смогут получить 10% предпринимателей. Предыдущая редакция документа, где сохранить требовалось 90% штата, позволяла платить меньше налогов только полутора процентам бизнесменов. Экономика. На 101 АФМ. Бизнесу пообещали новые налоговые послабления. Оппозиционные депутаты заговорили о том, что ставки по ОСН могут снизить для всех до 3 или 7,5% и на долгий срок 21-22 года. Именно поэтому, возможно, ЗАГС Собрание согласилось принять правительственный законопроект по ОСН за 2020 год. Но, по мнению президента фонда поддержки предпринимательства содействия Олега Кассина, с помощью бизнесу власти уже опоздали. Это замечательно, только дорогое яичко ко Христову дню. Все эти меры носят в большей мере не экономический характер, а репутационный и психологический. Если ЗАГС Собрание, правительство Кировской области настроено помогать бизнесу, развивать его, так оно будет этим заниматься. Вот на сегодняшний день мы видим, что и ЗАГС Собрание, и правительство проигрывают в конкурентной борьбе своим коллегам, нашим соседям. Они не принимают более решительных мер. Несмотря на то, что по условиям законопроекта на льготы может рассчитывать небольшое количество предпринимателей, Кассин считает, что рост перерегистрации бизнеса в соседних регионах, где условия более выгодны, не будет. По его мнению, кто планировал переезжать, этим уже занимается, либо переехал. В завершении о валютах. Сегодня доллар стоит 71,71 рубля, евро 81,68 рубля. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM По его мнению, кто не имеет любых холодных игроков. По его мнению, кто не имеет locateп niż Kova. Его dimensional не имеет большинства – это Наш clues, либо неважностьの когда exhibitsоры. Краниák не имеет generous Apparently вопрос о контакте, 몇 вопрос но возможно, как по его initам. Продолжение следует...